В группе у меня тоже нет возможности, потому что групп очень много, которые прошли обучение. И все вопросы задают. Вот мы так-то говорили, в директ Инстаграм. Доктор, вы берете всех Владивостокских ребят, которые выходят на меня. Вы в Инстаграме смотрите, я с Владивостока, а где мне? Поэтому не сообщая мне. Вы берете этого человека и им занимаетесь. Поэтому у меня договор с учениками такой, что ученик выходит сам на вас или на тех ребят, которые задают вопрос, стоя и мой он. Потому что у меня достаточно пациентов, клиентов, и у нашего центра достаточно пациентов. Поэтому все, кто работает, одна проблема, доктор, бывает, обучатся и не работают в плане, ну, не хватит спомассаж, обучатся, и говорят, я тебя. Имеет. Имеет право долго для себя обучиться. Имеет. Имеет право долго обучиться для себя. Имеет право не делать ту процедуру, которая у нас была для себя. Имеет право. Поэтому я не знаю, кто в настоящий момент. Вы мне тоже будете такие вопросы задавать. Порекомендуйте мне с города Самары человека, который делает климатистский массаж. Я не буду отвечать на ваш вопрос, потому что я не знаю. Может быть, она месяц назад работала, кто-то, кто закончил мои курсы, но сейчас он не работает. Я могу дать вам телефон, вы позвоните, она скажет, вы кто и зачем мне звоните, я сейчас не работаю. Это не уследишь ситуацию. Поэтому если кто-то работает, он выходит, сказал на вас. Вот вы родственнику позвонили и сказали, хотите лимфатический массаж где-то в вашем Питере, да? То лимфатический массаж в Питере у нас есть студентка, которая, проучившись у меня, она закончила медучилище, Ирина. И она сама выйдет на вашего родственника в Питере. Вы понимаете, у меня этот вопрос не касается. У меня много своих ребят. Поэтому вы, пожалуйста, имейте в виду, что вы пишете под тем постом, я там из Питера, или ваша там подруга из Питера, откуда-то, у меня вот такое-то, я хочу лимфатический массаж или микроскопию внутренней вставки. Потому что у нас оказывается лимфатический массаж, я преподаю микроскопию внутренней вставки и беру на терапию преподаю. И то и другое я преподаю всего один раз в год. Набираются группы, я сразу все это веду в Москве, для этого нужно обязательно иметь кабинет, да? Значит, мы с вами, ребята, прикоснулись нынче крылом самолета до этой удивительной темы, которая называется лимфология. Я думаю, что вы действительно шли на эти курсы и не думали, что это такая удивительная, такая объемная наука, которая позволяет поддерживать здоровье человека. Не только восстанавливая его, но вообще не дамая болезни проявиться. Вот что самое важное, мы с помощью лимфатического массажа успеваем с вами предупредить заболевание. Это всегда лучше, нежели вылечить. И мы теперь на себе почувствовали, что это действительно какая-то волшебная, как это, ой, 12 лимфатических массажей, некоторые там, у меня коллеги оскорбляются, лечат все болезни. Мы теперь убедились. Для лимфатического массажа мы лечим все болезни. Потому что в основе болезни лежит нарушение кровообращения, а лимфу мешает кровообращение. В основе болезни лежит снижение иммунитета, а это вообще состояние лимфатической системы. Поэтому я очень рада, что вы к этому прикоснулись и рада вам учить сертификат первого цикла. У нас же будет второй цикл, но вы даст ли сначала поработать по тем знаниям, которые я вам дала, чтобы приобрести практически намок. И после этого тогда вы приходите ко мне на второй цикл учебы, потому что мы будем заниматься уже конкретными заболеваниями. И при конкретных заболеваниях помощь с помощью лимфатической системы, с помощью лимфатического массажа. Елена Павловна, у нас идет кабинет, Елена Павловна. Елена Павловна, вы массажист? Нет. Елена, по-моему, для себя училась? Для тебя, для своих родных. И для своих родных. Там большой цикл уток родных хватает свои, да? Вы для себя открытие, которое это сделали, что больше всего паразирует лимфатической системы? Ну, то, что действительно, то есть основа этого массажа дают... Когда возьмем сертификат просто вдвоем. Машина, да. Машина, да. Машина, да. Машина, да. И, то есть, и, которое бы заболевание есть, останавливает их процесс. Молодец. Хотя бы снизу, как я всегда говорю, да? Да. Умничка. На себе уже почувствовал движение лимфы. Почувствовал. Берехолог у нас родился и лимфа. Да, родился. Родился? Прекрасно. Поэтому, куда я пришла. Молодец. Вот. Ну, не так сказать, что мы хотели. Я вообще планирую продолжать. Это однозначно. Потому что это уникально. Уникальная пентоника. Пропекарная, наручно доказанная современными показателями. Я не ожидала, что вы сюда приедете. Делали, что вы сюда приедете. Это такой уникальный человек. Просто мы... Улыбнитесь вам сюда, возьмите сертификат, мы вас фотографируем. Да, так, да, так. Вот сюда. Я вас благодарю, что вы есть. Нет. Нас предпочитаете. Ну, я просто... Ну, счастлива и благодарна. Низкий вам поклон. Живите долго. Да. Отвечайте нас и всех, и лечите. Ну, то есть, мы будем стараться познать все это. Дайте, 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 дайте. Главное, что движение было. Можно было центр создать. Умя, саня, 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 саня. Александр Анатольевич, ожидал ли он, что он когда-то окажется в ниве лимфатического массажа? Нет, конечно. Да, судьба вообще... Ну, вообще, судьба такая вещь, что вроде с такими людьми хорошими, я порой удивляюсь. У меня много таких хороших знакомых. Ну, Ольга Ивановна, вы человек такой вообще. Вы сегодня провели такое, что... Самое главное, это болезнь, не надо лечить, я сейчас... Я тоже повторяю. Самое главное, это предупреждать, чтобы их не было. Но те, что и есть, те, что мы накопили, мы, конечно, их лепилируем. Однозначно. На себе есть результат. Лимфолог родился? Ну, да. Лимфолог родился. Еще одного новорожденного принимать, лимфология. Знаете, как разобрали, ребята, вообще, нашу тему лимфатического массажа? Лимфатический целитель. Потому что лимфа объединяет все тело, я знаю. То есть, это целостность через лимфу позволяет сгармонизировать все процессы в теле. Прежде всего, кровообращение, гормональный баланс, иннервацию. Саша, красота? Да, я здесь вообще. Я очень рада, что вы теперь в нашей системе лимфатических целительных... Сертимикат берите. Давайте фотографии во все три. Сначала сюда. Потом сюда. И потом туда. Поздравляем. Ольга Александровна. Ольга Александровна. Можно попать. Было запланировано в третьей своей диване? Не было. Я так рада. Не было. Не было. Это вообще. Большинский год. А так захотелось. Ну, с мужем. Да. У меня муж сказал, надо. Да, есть такая Ольга Ивановна. У нас все вместе. У нас все вместе. Должны остаться компетентные ребята. Да. Удачи. Да. Удачи. И вот мы на расстоянии начали работать совместно. и результат получили. Курсами довольны? Да. Удачи. Все-таки оффлайн это интереснее, чем же онлайн. Конечно. Поэтому ждем вас еще, Ольга. И с новыми наработками. Будем стараться. Будем стараться. А вы тоже будем все наоборот. Недряйте здоровы. В себя. Недряйте. На других отрабатывать. Однозначно. Есть знакомые отрабатывания? Есть. Очень много знакомых. Я уже и пытаюсь как бы в течение года, я их всем рассылаю. Некоторые работают. Причем, знаете, у меня вот подружка в Португалии одна, она в Канаде. Вот те работают. А знаете, почему они не работают? А не знаешь ответа? А вот я знаю. И в Португалии, и в Канаде надо много работать. Как и в Москве. И вот те люди, которые работают и знают, что работать можно только здоровому человеку. Больному человеку не получится ничего достичь. Они стараются себя поддерживать. Но они еще, видите. А те, кто могут расслабиться, те не особо рвутся себя восстановить. Я очень рада, что потихонечку эта система, потому что я ее не создавала. Я просто передатчик той системы, которая испокон веков идет. И оценила ее, изучив на своих пациентах. И еще раз на пациентов подтвердив, что есть результат. Я только тогда смогла вот вам преподавать. Потому что я знаю, практика есть. Практика положительная. Значит, я с вами не лукавлю и передаю вам те знания, которые у меня на основании работы с пациентами уже еще дополнили теорию. Вы молодец, что получили результаты на себе. Это самое важное. Я считаю, что сами эмпатические целители должны быть целостной и здоровой. А дальше уже все окружающие, которые будут рядом, будут от прикосновений ваших рук выздоравливать. Я хотела, чтобы вы сказали про швы. Потому что дама самого как бы высокого качества у нас начала работу. Она работу начала со своими швами. За них берутся не все. Ну-ка, что там у нас за тонкости всем передадим. Ну, посмотрю ваши ролики, я решила взяться за швы, так как у меня недостаточно. И буквально вот со второго дня я получила результат. Какой результат получился? Ну, ощущение расслабления. Сначала это ощущение в виде боли пришло по тем местам, где не проблемные, прям конкретно. Я получила, когда мне прошила. проявить швы, но получала из нога, из колен, из голеностопа, из пальцев, из головы, оповсюду. Я решила продолжать. И вот уже целый год я продолжаю спать. Первым делом вставляю руки на швы. И лежу засыпая. То есть целый день что-то делаю. Я потом все разгружаю и встаю, в принципе, более-менее. Но сейчас я еще добавлю все то, что правильно научили, да, показали и все теперь все это. Мы можем сказать всем, что все реально. Даже то, что нам трезво должно быть отработано и не мешало жить. Ну что ж, раз такого происходит, оперативное вмешательство, травма, что-то случилось, нужно уметь работать с застойной линией посттравматической. Умница. Все гениальное просто. Все гениальное просто. Фотографию совместную. Сначала на Ивана, потом. Все отлично. Да. Прекрасно. Поздравляем вас. Отлично, спасибо. Ельвира Равильевна. Ельвира Равильевна. Ельвира Равильевна. Она у нас представитель, будем говорить, медицины. Да, потому что медицинская сестра работала в отделении новорожденных. И, ну, разочарована была подходом ко всем. Тем более, когда дело касается вообще, ну, молюток. Сколько вы проработали? Ой, я уже ушла. Сейчас скажу, сколько я уже ушла. Одиннадцать лет у меня там нет уже. Я понимала, что аллопатическая медицина, ну, вот это традиционно, она на самом деле губит человека. Ну, я вот просто по грохам это видела все. Которые там в раздомах находились. Видели анимации. Вот. И у меня всегда все равно тяга была в нетрадиционке. У меня всегда был вопрос, почему человек продолжает болеть? Почему врачи такие больные? Почему медики такие? Они больнее, чем остальные. Мне говорят, кто заболел? Иди к врачу, иди на прием. Я знаю, что толку не будет. Ну, не будет от обычной помощи медицинской. От таблеток, от всего. Тем более сейчас, когда у меня с дочерью такая, ну, случилась ситуация, да. Поставили опухоль головного мозга, оперировали. Потом, естественно, развил этот статус. Пошел. Токсикация, да. То есть, она вся всеми лицами реагировала на все, что происходило мне в головном мозге. Лучевая терапия ее добила. Зрение она потеряла. Ей говорили, что она будто танец. Но вот этими нетрадиционными манипуляциями мы ее, во-первых, мы все это вытащили. Молодец. Вот. И сирение, хотя бы оно стоит, ну, на одном уровне. Первая группа у меня, но я надеюсь, что подвижки будут. Пусть даже ухудшения не будут, это уже будет хорошо. И я, когда увидела Ольгу Ивановну ролики, думаю, господи, какой адекват. Я, давай эти ролики смотреть. Женьке ее шлю. Она сейчас учится на массажистов в Кисловодске. У меня была дизайнер, теперь тоже в медицину пойдет. У нее вот эти вот тоже вещи в глубину. И она говорит, мама, какая она классная. Она классная. И вот мы вместе смотрим. Сейчас, естественно, она на каникулы прилетит, интенсивно возьмется за это дело. На себе это я делаю уже. Ну и она там что-то помогает. У нее все же аудио и все это идет. Ильвичка, вот этот народ, вот как ваша дочка, да? Они так ждут ваших рук, вы даже не представляете. Это народ, который остался один наедине со своей проблемой. Ильвира, вы медик, вы уже вытащили своего ребенка. И я думаю, это просто будет несправедливо к этому миру, если вы вдвоем с ребенком не продолжите эту тему, продолжать помогать и обучать мам, которые имеют таких сложных деток, выходить из таких ситуаций. Вы уже опытная дама. А вы уже представили, как вы будете с маленькими работать своими руками? Ильвира? Ильвира, ими не было заниматься. А в роддоме, когда вот наши доктора там могут прибор, лотоскоп, там проверяли слух. Он у нас только впервые появился. Никто не мог им работать. Потому что они всяко-разно пихали в это ухо. Я подходила. Меня всегда звали обследовать детей. Не моя смена, меня ждут, я обследую. Ушку легко все. Я сняла все показания. То есть я для себя такой закон был в физике. Его никто не отменял. Но это самое важное. Сила действия равно силе противодействия. То есть настолько мягко воздействуем. Мы получаем гораздо лучший результат, чем когда мы. Ну вот это грубое, допустимое. Да, они где-то помогают нам. Вот критически прям конкретно момент настал. Все, да? Ну никак. А давайте лучше отрежем, чем мы будем эту проблему дальше защищать. Ильвира, вас ждет этот мир как специалист, который может решать проблему маленьких, Ильвира. Они у нас такие беспомощные. И так все уходят от лимфатического массажа детей. Я сколько педиатров не настраиваю. И педиатры потихонечку на взрослых. А малышами-то кто будет заниматься? Это же наше будущее. Ильвира, я очень рада, что вы в этой теме. Я думаю, ваш ребенок тоже будет в этой теме. Ой, я надеюсь. И будет кабинет массажа педиатрического. Открыт будет кабинет массажа педиатрического. Потому что это нужная тема. И нужно за нее взяться. А тут уже готовый человечек. Я очень рада. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так хотела, чтобы вы приехали. Когда увидим, ну можно вам все, бегу, бегу. Так, давай. На Ивана, на Виктора Георгиева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где здесь уже второй курс? ТАЛЬНЫ Отлично. Все. Кабинет обязательно. Классического массажа. Заканчивает медучилище. Проходят курсы массажа классического. А она именно на него и учится. Она отлично, вот она получает. И тогда уже в своем кабинете различные разномидности может спокойно применять. И такой массаж, и сеплой массаж, и пробитки, все это пойдет под единой бумагой, которая будет называться классический массаж. Как можно открыть кабинет классического массажа? Это медицинская лицензия. Она даже выдается среднему медицинскому проводнику. Сертификат ребенок ее получит по окончанию училища будет сертификат классического массажа. Ребята, дайте поддержим ее по хлопку. Федиатрии, никто не хочет заниматься, она умница. Людмила Борисовна, идите сюда. У нас родился лимкова. Ай, ребята, постарайтесь. Это лимкова по полустрою штерна звучает. Ни сном, ни духом. Что произошло? Сестра в Таллине сообщила нам, что будут здесь кусты Ольги Шижевой. Дочь, конечно, моя настроилась, но еще и на 70 лет, только я просто. Только дача у меня сейчас в золобе, больше ничего. А теперь еще и хватит с него. Сейчас, давайте. И она отправила меня. Она приходила к вам в воскресенье. Ну, так как работа такая, что она у нас в Таллине, она отправила маму. Мама три дня, так сказать, мучает. Молодец. Пусть я буду строитель-инженер, и для меня эта тема, ну, совершенно темная. Мама, я смогла строителю хоть чуть-чуть. Ну, конечно. Сейчас мы вдвоем с дочерью будем это делать отрабатывать. Отлично. Мы, конечно, ждем вас, конечно, еще. Пару, желудок, надеюсь, понравился. Понравился, однозначно. А приедем, когда еще дальше, еще лучше он будет. Да, я и не сомневаюсь. Потому что вы будете вы, и вы будете меня ждать. Вот я его костюм, вы самый хороший. Потому что город есть город, а люди есть в юге. Так, спасибо вам, Катерин, большое. Рада, что с вами познакомились. Прекрасно. Значит, я тоже слышала. Вот такие вещи, такие вещи. Ну, когда в большинстве, то не узнаешь ничего. Я очень рада, что вы приобщились, и что я все-таки смогла вас родить лимфолога. Ибо лимфолог научился чувствовать пульс, научился чувствовать свое тело. Представляете, когда мне говорят, что не научится, потому что в возрасте я больше не буду браться. Я говорю, нет, все получится, если хочешь. Я думала пульс только на руке. Вот. А, удачи, сегодня в похода шли. Это же правда. Мы сегодня пульс, сегодня аморта. Пару сделали брюшной аморты. давайте общую фотографию смотрим на ивана у меня прямой у меня прямой шишова на выход я думаю о милиция за мной пришла она говорит там вас в Германии разве снимают пациенты о господи а я уже хотела сумочку брать с собой на сухальки складывать и в милицию идти что-нибудь меня посадили так Анна Владимировна это уникум какой-то который сам в себе находит все что нужно находить Анечка да вообще я не знаю я уже присоединяюсь я в полном шоке я два года когда увидела первый не случайно я уже говорила историю это женщина что отправила она не занимается но я молюсь за ее потому что я очень благодарна я уже у меня после кисты здесь образовался и узел я мысленно попрощалась думаю ну все это анкология со своими родными ты-ты-ты в общем это а когда увидела ну он был кстати не посвящен что-то щитовидки что-то очень я тебе просто поводила просто один раз один раз поводила через два дня давай пробовать один раз можно сделать правильный массаж открыт аккуратненько я все в общем два года слушаю смотрю верю не надеялась вообще что приедете если честно думала дочку отправлю в Москву насобираю и есть там где остановиться и ну это поедет к вам в центре ну вы приехали это просто вообще восторг я не могла не быть здесь это не нечего боя по этому самому пути с вами Владимир и у нас будем заниматься своей семьей да своими близкими однозначно вы здоровы сама да удачи всем поздравляем так Иван Сергеевич Иван Сергеевич когда пришел на семинар наверно так вы меня уже смотрел подозрительно на даму я когда первый раз увидел он был на инстаграме я решил ну все что-то уехала у этого доктора уехал очень далеко это прям сегодня получаю да это не адекватная доктор смотрю от кого получаем от доктора ну а кто может еще так и написать но много так пишут я читала да да интересно просто посмотреть кто написал все говорит он мессозист написал или доктор написав что я неадекватный доктор и пациент может написать но 저는Ok assim metropolitan happens Решил сам пойти на лимфомический массаж? Да, решил сам пойти на лимфомический массаж. Сначала я пришел на 1-1, на вход здоровья. Ну, наверное, решил в воскресенье, что ты пойдешь на гос. В принципе, я в первые часы нашего общения, скажем так, я поверил, увидел, понял, что это действительно так, и решил, что я приду к вам сюда. Вы второй зал такой моей жизни, который так ведомо отдается в своей профессии, который настолько глубоко, ну, посвящен, что она что-то так. Я люблю таких людей. И, ну, я вам поверил, я пришел. Молодец, Ваня! Молодец! Потому что человек в жизни должен наконец делать выбор. У нас много окружает нас людей. Много окружает событий, профессий и так далее. Человек делает выбор. А выбор в медицину, это сделать надо иметь мужество. Потому что всякого человека, на которого ты кладешь руку, ты уже за него отвечаешь. Ты уже как часть его. И тут такая ответственность не сделать хуже, не навредить. Да. Это не просто что-то на огороде покопать или машину даже поремонтировать. Это человеческую жизнь в руки берете. Вот у Вани сейчас стало получаться брать в руки свое тело. Он уже попробовал работать с живыми людьми. Ваня, это интересное явление контакта с телом. Понять вибрацию клетки. Безусловно. Получается войти в этот контакт. Ну вот в некоторых моментах это получается замечательно. Учимся. Ну это учимся, Ваня. Но самое важное, мы с тобой будем сеять людям надежду, что та боль, которая, физическая боль, которая человеку не дает просто жить спокойно, ее можно преодолеть. Однозначно. Человек может много преодолеть. Я могу на своем опыте сказать. Вы, в принципе, со мной познакомились. В моей жизни было много всего. Да. Человек многое. Многое может преодолеть. И, собственно, любые болезни, ребята, они способны, если мы можем предупредить их, а если они уже произошли, мы сможем организму помочь. Всегда своими руками. Высший пилотаж это своими руками. У Вани стал получаться. Я очень рада. Когда мужские руки берутся за тело человеческое. Знаете почему? Потому что у мужчин есть такая особенность удивительная, которая называется «Одномыслие и спокойный мозг». Ну, спокойный мозг не ко мне пока еще нет. Он только будет настраиваться. Но лимфатический массаж, Вань, он тебя заставляет свой мозг успокоить. Ибо в тот момент, когда ты контактируешь с человеком, ты вынужден от всего мира просто отсоединиться. Даже когда сам собой работаешь. И раньше, и дальше это привычкой становится уже. И ты на лишнюю мишуру, которая рядом, вокруг, ты перестаешь обращать внимание. Она только отнимает время и энергию в нас. Поэтому вы потихонечку перейдете на спокойный мозг, спокойное тело. И тогда жизнь будет давать вам удивительные эффекты, которые вы так все не представляете. Она будет вам такие подарки дарить. Когда вы начинаете дарить свою энергию другим, тогда подарки начинают к вам приходить. Никуда этот запон не ушел. Ты отдай. Тебе придем. Согласен? Иван, у тебя всего хорошего. Я ивану вручаю тампов-чинку, Но жду от него, Вань, но жду от тебя от чего-то ею. Значит, в пупке вот так, а в носу вот так происходит. Потому что это один и тот же тампон помыли, единственное, что он будет твой, будет лежать. Ты его то туда, то сюда. И доложишь мне, что происходит с носом и происходит с пупком. Поэтому поручайте. Итак, Андрей Владимирович. Надежда Владимировна Владимировна. Владимировна Владимировна. У меня свой доктор Владимировна Владимировна, который теперь, я надеюсь, принимает из моих рук. Принимает обязательно. Тему лимфатического массажа сейчас добавят, потому что здесь уже есть одна удивительная тема, тема по восстановлению кислотно-щелочного равновесия в организме, за которую тоже не все берутся доктора, которые считают, что если орган нарушил свою структуру, если орган изменил свою функцию, это невозможно вернуть. С помощью изменения структуры препаратами лимфатом, а ваш центр называется как? Лимфатом. 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 Да. Значит, мы сейчас говорим, что вы добавите сейчас еще одну технику, технику лимфатического массажа, да, и вместе это будет комплекс восстановления структуры человеческого тела. Можем ли это так назвать? Так здорово, что ты за собой оставляешь кого-то, кто может перехватить эту удивительную тему. Поэтому забирайте, пожалуйста, пациентов, которые будут с вашего забудка, хорошо? И восстанавливайте их на здоровье. Все было интересно. Для вас, как уже проще. Ну, немножко проще, но для себя тоже много, 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 много интересного. Представляете, да, то есть, ну, она бездонная наша наука, медицина, а классическая медицина, она бездонная. Это копать и копать еще, потому что каждый человек, собственно, учит нас, и все, пациенты. Потому что мы не знаем, с какой особенностью в этом организме мы столкнемся. И можем ли мы применить стандарт лечения каждого человека? Вот в этом... Каждый человек индивидуальный. И никто не знает пациента лучше, чем он сам. Вы в этом уже действуете, да? И наша задача с докторами – передавать часть решения проблем на самих пациентов. И тогда вместе доктор и пациент все против одной ее болезни, да просто на лопатку ее кладет, эту болезнь. Она одна, она сдвое получается. Пациент и доктор. Ей ничего не остается, как уйти с поля зрения. Хороших вам осознанных пациентов, нарядок и вокруг. Спасибо. Елья Ивановна, спасибо, что вы делитесь, что я не знаю. Это редкие люди, не только врачи, вообще редкие люди, которые это устареют. И не знаю, что он отключается. Да. Знаете, в моей стилище принесет, да? Накопил чью-лишку. Получи-ка, врачишку. Ведь с собой, в мир иной, не захватишь с берегнишку. Говорят, что гормонный стресс сотворяет на лбу ног и по лесу. Так какой должен быть мозг-овец, чтоб таких натворил чудес? Прекрасно понимаешь, что с собой не заберешь в мир иной знания, опыт. Ты не успеваешь его отдать и уходишь с онкологии. Вот так получается. Наблюдая за судьбами людей, начинаешь понимать природу накопления чью-лишку, а это любая болезнь. Онкология – это болезнь, лишки. Гипертония – это болезнь лишки в теле. Пять, шесть, семь. Субтитры создавал DimaTorzok